Мы идем в слово Перед тем, как я пойду, давайте поприветствуем всех, кто с вами в онлайне Добро пожаловать, дорогие И сейчас мы поговорим о очень интересном топике Я его назвал создатели реальности Мы сейчас не будем говорить о реальности где-то там Сегодня я хочу поговорить о твоей реальности Персональная реальность Потому что, дорогие мои, если ты думаешь, что ты живешь в какой-то большой реальности Я скажу, что нет Ты живешь в нейтральной реальности Из которой ты строишь И сегодня я хочу поговорить, из чего ты строишь свою реальность Кто-то понимает? Поймите, вокруг нет, не все плохое То же самое не все хорошее Но почему люди живут в одном и том же, но строят так разное? Вы задавали какой-то вопрос? Почему два человека Родились в одной семье Но строят абсолютно по-разному У одного успех У другого абсолютный провал В одной семье Та же мама воспитала Тот же папа помогал Но у одного абсолютный крах А у другого реальный успех и благословение Кто-то понимает, о чем? И я начал задавать Богу этот вопрос Еще давненько И Бог повел меня в реальность В мою реальность Дорогие, и сегодня пойдет об этом разговор Ты хочешь узнать, как изменить свою реальность? Ты хочешь узнать, почему ты строишь именно эту реальность? Почему ты хочешь строить другую и не можешь? Сегодня я дам тебе на это ответ Ты хочешь об этом знать? Один человек знает? Хорошо Аллилуйя Все остальные просто кивайте головой Может, вам что-то подойдет Итак, создатели реальности Жизнь и все в ней абсолютно нейтрально Ты скажешь, нет Жизнь абсолютно разная Жизнь плохая и хорошая Дорогие мои, поймите меня правильно Мир абсолютно Реальность мира абсолютно нейтральна Или скажу более того В ней есть все Качественная продукция Отвратительная продукция То же самое, качественные люди Некачественные люди Добро Зло Поймите, дорогие Почему все так, как есть? Потому что в самом начале Адам и Ева сделали этот выбор Они сделали выбор Не дерево жизни А дерево познания добра и зла Поймите, дорогие, что это один плод В нем все Нет одной половинки плода Хорошего И второй плохой Все предоставлено тебе И добро и зло А значит, это нейтральность Если все есть, это нейтральность Оно и хорошее, и плохое И не хорошее, и неплохое Все вместе И ничего абсолютно Ты можешь выбирать, что ты хочешь Но почему мы выбираем то, что мы выбираем Сегодня я отвечу на этот вопрос Итак В жизни нейтрально все Мы придаем значение Всем вещам в нашей жизни Мы придаем плюсы или минусы Любой ситуации Мы видим добро или зло Исключительно от того, что накоплено в нас Маленький тест На какой машине ты сейчас ездишь Я даю тебе гарантию Что именно эту машину Ты чаще всего видишь на дороге Не потому, что ты не видишь другие Потому, что ты не запрограммировать видеть другие Они рядом Но они для тебя невидимы Кто-то понимает, о чем это? И значит, если ты едешь на Хонда, Тойота, Ниссан, Лексус, Мерседес БМВ Ты видишь на дороге Именно эту машину Именно эту модель И так далее Женщины, если они одеваются С определенного магазина Я даю вам гарантию Именно эти платья и костюмы Вы видите чаще всего Кто-то слышит меня сейчас Дорогие, поймите Это не просто какая-то магия Человеческое сознание запрограммировано Брать какие-то компоненты И из них строить свою реальность Другими словами Ты не то, что ты не видишь Ты видишь Другой одежду, другие машины, другие вещи Но ты не можешь из них строить свою реальность Пока что-то не стало персонально твоим Ты не можешь из него строить В этом как есть огромный плюс И в этом огромный минус Потому что, дорогие мои Когда стала боль нашей Мы строим из боли нашу жизнь Когда мы видели предательство и разруху И это стало нашей частью Мы строим на разрухе предательство Кто-то слышит меня И поэтому, если Бог Не исцелил тебя То ты будешь строить из этих компонентов До конца своей жизни И ты не сможешь выйти из этого заколдованного фуга Ты будешь находить тех же людей И они точно так будут поступать с тобой Не потому, что ты Как вам сказать Не потому, что ты не хочешь других Это как машины Ты других людей не видишь Ты видишь только то, что относится к тебе И иногда боль Которая пришла в нашу жизнь Настолько идентифицирует нас Что мы ни из чего другого строить не можем И у некоторых боль настолько глубокая Что эта боль Абсолютно дала им имя И мы знаем этих людей Как людей огромной боли И общаться с ними не хотим Ты понимаешь, куда мы сегодня идем Приготовься Итак, другими словами Реальность вокруг нас Нейтрально В ней находятся компоненты добра и зла Это познание добра и зла Мы выбираем компоненты реальности вокруг нас И из них строим собственную реальность Если ты негативный человек Даже всему доброму и хорошему в твоей жизни Твое сердце будет придавать негативное значение Перед тобой будет стоять самый хороший человек Я даю тебе гарантию Если ты строишь из боли Ты найдешь в этом человеке проблему мгновенно За одну секунду Если проблемы не существуют Слушай сюда Ты придумаешь проблему насчет этого человека Ты заставишь себя верить в то, что этот человек плохой человек Некоторые люди говорят О, у меня ничего в моей жизни хорошего не происходит В твоей жизни происходит масса хороших вещей Ты их не видишь Потому что ты не способен видеть доброе Когда ты принял решение строить из зла Ты со мной, ты со мной, ты со мной Прошлый раз мы говорили о мире Сегодня я хочу поговорить о твоем мире Потому что можно говорить о больших вещах Но нам нужно изменить твой мир Твою реальность То из чего ты строишь Вот почему люди могут приходить в самую лучшую церковь И находить в ней капец Они найдут сплетников Они найдут точно таких же отмороженных Они найдут именно тех в церкви, кто ненавидит эту церковь Они сталкивают их друзьями Кто-то понял И наоборот Я видел хороших людей И я имею в виду, поверьте меня, до ужаса хороших Они в самой отвратительной церкви Реально отвратительной Они всему предают хорошесть Пастор, да не так уже все плохо было Но вот в этой теме, пять минут были хорошие Ну и что, что все спят Зато они все бодрые просыпаются Но они все бодрые Реювенated Ты знаешь, я говорю с этим человеком, что ты здесь делаешь Он говорит, мне здесь неплохо, мне хорошо Вдруг я кому-то помогу What if I am able to help somebody? Have you seen good people like this? I mean, have you met them? You just want to punch them in the face Can you not see this? Believe me, I asked They don't They don't Everything's great for them Explain this to me Why people are so different Let me explain this I don't know why I need so many coasters I don't know why I need so many coasters I don't know, мы здесь, по-моему, на гулянку рассчитываем I don't know We're going to have a party here I mean, I'm going to have a party here Like right here behind the I don't know, мне один надо I just need one Навсегда Forever I don't know why I have a whole stack here But okay, I have an example here for you When I use this And so So you're a builder You're built Here's your first foundation You're a female, for example Father left at the very young age This has become a world perspective for you This is a peace you live without a father And you see how your mom is suffering This becomes a huge part of your world When you become of a young age You start to date And first dates usually aren't very successful Very rarely you get married after your first date Second puzzle comes Меня кинул мой парень My boyfriend dumped me Ты ставишь его рядом You put it right there next to it Теперь у тебя связано Кто-то понимает? They're connected, do you understand? Теперь ты понимаешь, что какая-то огромная проблема с мужчинами в этом мире So you understand some big problem with men in this world Третий puzzle Тебе 25 You're 25 Ты устроилась на работу You're working И твой босс Your boss Пип Сенсор Это твой босс У него проблемы Он ненавидит Он кричит на тебя Он нервный Он раздраженный Он раздраженный Кто-то понимает, да? Вот до 25 лет Твое сложившееся мнение Your opinion here Up to 25 years old Это твои фундаменты, на которых ты строишь Your fundamentals that you build on Больше Я скажу Гарантирую Я даю вам гарантию I guarantee you Что у этой девушки Которая стала женщиной That this woman This girl who became a woman У нее будет огромная проблема Увидеть хорошее в мужчинах И увидеть хороших мужчин She's gonna have a big problem To see goodness in men Начиная с детства Предательство отца Редактор Парень бросил Ушел к другой девушке Еще хуже там К моей подруге Even worse Her friend Босс Кошмарный человек Босс И теперь мы слаживаем С этих компонентов И у молодой девушки Уже есть Преднастроенная реальность И теперь все Какой бы человек Не заходил В следующую его жизнь Прекрасно Любит Она будет с ним Обращаться так Как она хочет Обращаться С вот этими тремя Она будет Пстить ему Потому что она Не может Отомстить им Она будет Говорить с ним О боли И извратить Все хорошее Потому что У нее не было Исцеленное прошлое Кто-то слышит меня? Родные Это только один вариант Вариантов миллион Я просто затронул Одну маленькую историю Это я просто придумал Я увидел Такого существует В мире полном И теперь этот Прожив с ней Пробыв с ней Два года Не смог Разобраться С ее Тремя Предыдущими И он Уходит Потому что Он не может Быть отцом Он не может Восстановить отношения С тем парнем С первой любовью И он точно Не может быть Ее начальником Но она пытается С ним Говорить Как со всеми Тремя И теперь Из этих Реальностей Она не только Извращает Эту Но и Создает Свою И когда Четвертый Пазл Заходит В ее Жизнь Это Называется Твердыня Этих Женщины Становятся Очень Злыми Преднастроенными К провалу Не доверяющие Никому И вот Именно Теперь По статистике Вот эти Четыре Компонента Женщины Становятся Большинство Не скажу Большинство Скажу Некоторые Из них Становятся Лесбиянками Потому что Они Мужчин Ненавидят Дорогие Поверьте Достаточно Материала Почитал Чтобы сейчас С вами Об этом Поговорить И она Говорит Я не могу Поверьте У нее Есть потребности Секса Ей Хочется Внимание И она Теперь Находит Женщину Которая Выглядит Как Мужчина Замечали Гей Каплс Замечали Да Там Всегда Кто-то Выглядит Как Мужчина Потому что Она Не Смогла Получить От этих Трех А Этого Четвертого Изуродовала Сама И теперь У нее Полная Твердыня И теперь Эта Реальность Полностью Извратила Ее Сознание И Сердце И Человек Пошел Абсолютно В другое Направление Ты Скажешь Видела И на Хорошее Видела Но Она Не могла Из этого Строить Потому что Добро Не было Ее Компонентом Ты Скажешь Кто Может Это Освободить И Иисус Христ Который Исцеляет Твое Сердце Который Восстанавливает Твое Понимание Насчет Мужчин И Женщин Насчет Разных Вещей И Ты И И Теперь Вот Это Становится Не Частью Тебя Которая Приносит Боль А Это Становится Мудростью Внутри Тебя Которая Дает Тебе Способность Миновать Всю Боль Кто Услышал Меня Сейчас Дождать Слава Богу Другими Словами Не Исцеленные Компоненты Сердца Строят Реальность Исцеленные Ты От них Эмоционально Отсоединен Они Дают Тебе Мудрость И Инструменты Как Обойти Все Это И Оно Дает Тебе Понимание Что Да А Что Нет Потому Что Оно Не Является Живой Частью Тебя Это Опыт Который Иисус Исцелил И Некоторые Люди Говорят Почему Бог Допустил Все Это Не Чтобы Создать Твою Плохую Реальность Чтобы Исцелить Это И Сделать Тебя Мудрым И Мудрой До Конца Твоей Жизни Теперь Ты Не Только Можешь Помочь Себе Теперь Ты Можешь Помочь Всем Вокруг Которые Никогда Этого Не Знали И Теперь Ты Становишься Очень Незаменимым Человеком Которого Бог Начинает Употреблять В разных Ситуациях Кто-то Понимает О чем Это Хорошо Двигаемся Беловед Мы Moving Forward Соберу Все Это Может Все Таки У нас Будет Что-то Здесь Я Не Знаю Зачем Мне Столько Этих Не Знаю Ну Пригодилось За всю жизнь Итак Если Ты Негативный Человек Всему Добру Ты Будешь Придавать Негативный Вид Позитивный Человек Даже Взлом И В Ситуации Неприятной Ситуации Ты Найдешь Всегда Хорошее Реальность Сыновей Бога Должна Вытеснить Князя Этого Мира Поймите Дорогие Когда Ты Создаешь Свою Реальность И Когда Ты Входишь В Общество Дорогие Знаете ли вы Что Мы Должны Быть Носителями Реальности Царства Бога Люди Должны С тобой Рядом Постоять И Скажут С тобой Что-то Не То Почему Все Вот Такие А Тебя Чувствует Другое Дорогие Поверьте Большинство Людей Никогда Не Слушают Это Они Начинают Чувствовать Атмосферу Атмосфера Добра Атмосфера Зла Или Этот Человек Секретный Он Ничего Не Рассказывает Мы Смотрим На выражение Лица На позицию Глаз Как Он Сидит Развязан Свободно Или Он Сидит Кофе В Кофе Что-то Понимает Мы С вами Не Слышим Первое Что мы С вами Мы Видим И Ощущаем И Поверьте О чем Я Говорю Атмосфера Которая На тебе Реальность Которая На тебе Что бы Ты Ни Говорил Духовные Люди Моментально Вычислят Тебя Вот Почему Иногда Парни Обходят Самых Красивых Девушек И идут Дальше Потому что На этой красавице Монстряка Сидит Здравствуйте До свидания И она Потом сидит Около зеркала И говорит Почему Меня Никто Не хочет Видеть И Потому что Мудрые люди Они Абсолютно Они Не Слышат Тебя Они Тебя Чувствуют Они Переживают Тебя Они Видят Намного Дальше Люди Духовные Даже Самые Недуховные Люди Как мы Называем Все Ощущают Атмосферу Сколько Я видел Даже Недуховных Неверующих Людей Все Говорят Слушай Какая-то Атмосфера Вокруг Неверующие Об атмосфере Говорят Значит Что-то Там Есть И Это Я Называю Реальностью Которую Человек Создал И Носит И Именно Эта Реальность Дает Людям Увидеть Кто Ты Итак Дальше Князь этого мира Навязал Всем Свою Реальность Но Поднимаются Те Дорогие Я верю В это Которые Установят Реальность Царства Для этого Тело Должно Прийти В исцеление Знаете Почему Сейчас Последнее Время В Христианских Кругах Даже В религиозных Они об этом Не говорят Очень популярное Служение Encounter Соза Знаете Почему Потому Что Именно Там Бог Исцеляет Тебя От Твоих Компонентов Он Исцеляет Тебя От Тех Негативных Вещей Вот Почему Люди Приезжают С Encounter Вот Почему Люди Приходят С С С С С С С С С И Начинают По Другому Видеть Мир Поверьте Тысячу С 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 я вижу мир по-другому я вижу людей по-другому для меня все какое-то красивое я приобрел краски представь, человек приехал через три дня, он говорит, я природу увидел он говорит, я первый раз горы увидел что гора только что выросла нет, он только что получил исцеление вот почему, дорогие эти служения очень популярны потому что они не забивают тебе голову новой информации они исцеляют тебя от старых проблем и ты не имеешь к ним никакого отношения вот почему люди могут даже исповедать свой грех они даже не стесняются потому что этот грех уже не их компонент знаете, кто боится рассказать о себе не стеснительные а те, кто еще не свободны те люди которых грех является еще этой частью поэтому никому не говорите он не свободен другими словами ты себя можешь даже проверить как спокойно ты можешь поговорить о своей прошлой жизни молодежь, к вам это не относится, у вас прошлой жизни еще нет youth, you guys, this isn't for you you don't have a past yet у вас она сейчас нарабатывается you're just now getting this я понимаю, есть, 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 я понимаю some people, they have it small one, but they have it вы поймете меня, когда за сорок запрыгните you understand me when you're in your forties you're like, yeah, I had a past you're like, yeah, I had a past and so when I learned this lesson я понял, как строить I understood how to build почему я успешно строю why I build successfully отношения с женой relationship with my wife воспитание деток disciplining my children отношения с Богом relationship with God строение глобального служения the building of a global ministry церкви, конференции churches, conferences, etc. почему? потому что я понял, как строить because I understood how to build если ты не понимаешь этого if you don't understand this ты будешь строить из того, что ты имеешь you're going to build from what you have и ты всегда будешь строить то же самую халупу в другом штате and you'll constantly build the same thing but just in a different state ты страну поменяешь но выраешь ту же дыру you'll change your countries but you'll dig the same hole ты найдешь те же самых людей you'll find the same people то же общество same socialized с теми проблемами with the same problems потому что это не проблемы вокруг it's not the problems around это проблема внутри it's a problem inside это то, кем являешься ты it's that who you are не надо менять церковь you don't need to change churches через полгода церковь будет той же самой, откуда ты вышел in half a year the church will be the same where you came from нужно сказать Богу you need to tell God и честно honestly не я тебе помогу not me I'm going to help you I'm just going to tell you what God did to me and what he taught me how to build и сказать ему, отец, вот оно and just say, Father, here it is исповедуй перед ним tell him everything если легче, найди служителя поговори с ним сними это со своего сердца take this off of your heart и скажи, не прячь don't hide потому что ты прячешь сейчас кирпич, которым ты будешь строить, хочешь ты или нет наоборот, вскрой эту гадость вскрой эту боль и скажи, я отрекаюсь от этого стройматериала я не буду строить с этого материала у меня не будет проклятия в семье у меня не будет развода в семье I'm not going to have divorce in my family вы знаете что? до меня before me все мои родственники all my relatives я имею ввиду все and I mean everybody разведены are divorced that's my mom everybody окей и поэтому по отца линии я туда вообще не иду my father's side I'm not even going to go there дорогие и знаете, что я сказал Богу and you know what I said to God потому что у меня уже предпосылки были к тому же самому because I could forecast this я сказал этого не будет I said this will not happen to me and when the father healed my heart я наоборот заимел богатые инструменты I have enriched my materials того, из чего я не буду строить from that which I will not build from те инструменты, которые я сказал а этого моей семье не будет the tools that I said no, this will not be in my family I will invest in my relationship with my wife нам больше 20 лет мы больше 20 лет живем вместе мы до сих пор делаем встречи more than 20 years of married life we still go on dates мы до сих пор проводим время друг с другом we spend time with each other без детей without kids вдвоем together я сказал, я буду инвестировать в моих деток I will invest into my kids каждый день они будут получать мое объятие и мои поцелуи every day they're going to get my embrace and my kisses каждый день они будут знать что они любимы отцом they will daily know that they're loved by the father because I didn't get this from my father I said у меня не будет никогда развода в моей жизни I will never have divorce in my life потому что я видел все развелись и я видел вещи которые можно было исправить because I've seen this in the past and I knew the things that could change развод divorce не потому что что-то страшное а потому что кто-то не хочет как вам сказать не хочет меняться и менять ситуацию все изменимо все поправимо все можно простить и можно жить дальше и я понял одно что если я инвестирую более 23 лет в человека с которым я живу для меня это становится моим золотом и это будет глупо отодвинуть сейчас мою жену с которой мы 23 года поменять на девушку которую я не знаю и все начать заново кто-то понимает какой это маразм для меня это кошмар такого быть не может это что все заново начинать а вы знаете какой я противный ко мне привыкать как надо вы что шутите что вы знаете у меня есть свой график в дне и моя жена абсолютно знает мой график и мои коты мой график знают сейчас все заново начинать я считаю наоборот чем дольше ты живешь тем богаче ты становишься с этим человеком тем мудрее и глубже ты становишься поэтому для меня это вообще немыслимо дорогие поймите меня кто-то слышит о чем я говорю поверьте я из семьи где маме приходилось делать все всех четверых вырастила одна и поймите а только как такового детства не было потому что нужно было быть за отца старшему сыну я не плачу потому что это сделало меня мной кто-то понимает если бы я это оставил живым не было детства я вообще должен был делать в очередях стоять в магазинах стоять бутылки сдавать дети даже не знают что это такое сдавать бутылки и у них покупать хлеб и иногда бутылок и потом на хлеб и иногда бутылок и потом на хлеб шел по мусоркам по посадкам собирал экстра бутылки кто Советского Союза кто из Советского Союза знает наши бутылки с подсетра Буратино soft drinks bottles from soft drinks мы collected молочные а пивные по посадкам особенно пивных было рассыпано боже мой алкаши не поднимали lots of alcoholic ones as well да да ладно anyway и нужно было делать все самому я мог бы превратить это в мою боль и потом эта боль создала бы меня и я бы превратился в то что ненавижу потому что я не могу вот вы знаете почему те кому причинили зло становятся тем же злом потому что они говорят я это не буду делать но оно живое в тебе ты не можешь этого не делать ты это будешь делать ненавидеть и делать будешь орать я отрекаюсь от этого и будешь делать потому что это не исцелено и не забрано Духом Святым оно является живым кирпичом из которого ты строишь кто-то понимает Бог не забирает у тебя память о происшедшем кошмаре как он он забирает он делает это мертвым это становится информацией на странице которую ты читаешь и говоришь классно да я там был но это ко мне никакого отношения не имеет потому что я из этого не строю я смотрю что негде делать и Бог меня ведет когда я выучил этот урок вернусь к уроку я понял из чего строить и всякий раз когда у меня что-то не получается поймите я не психую я делаю шаг назад и распознаю что во мне есть что-то что должно быть исцелено недавно мы с женой пережили огромное предательство близких друзей и вы понимаете что на определенный период времени я просто поставил на паузу все помните это время знаете почему потому что я не имел права не исцеленным продолжать строить я сделал шаг назад и я попросил моего Бога исцелить меня и теперь я могу дальше двигаться когда он исцелил меня теперь это не предоставляет мне боли у меня нет ненависти к этим людям благодарность за еще один огромный урок нашей жизни но это могло превратиться в ад моей жизни которая изуродовала бы даже мое служение я бы сказал я превратился в сгусток боли и я сказал я не верю никому и даже начал бы подозревать тех кто рядом стоят верные и преданные то за мной вот почему я тебе говорю когда у тебя что-то не получилось или у тебя провал за провалом остановись распознай вырви исцелись и тогда ты можешь двигаться если ты этого не сделаешь я гарантирую тебе все повторится заново и ты будешь недоволен на Бога на людей на церковь на друзей на все но это не они это то из чего ты строил это то из чего ты строил я в ответе за то из чего я строил вот почему Бог спросит каждого из нас из тебя из меня из чего ты строил вот почему мы будем награждены или наказаны потому что это мы строим ты берешь для себя какие-то ключи сегодня поймите дорогие это золото которое я хочу просто подарить вам особенно молодые люди которые еще не вошли и не натворили которые не сотворили много проблем пожалуйста распознайте сейчас вещи которые в вашей жизни которые приносят вам боль и отдайте их Богу если вы этого не сделали следующая ситуация следующие люди следующий парень будет точно как и предыдущий гарантия себя гарантия поверьте достаточно прожил и видел и консультировал чтобы говорить об этом я понял как строить и из чего строить теперь это стало огромной частью моего успеха и я помогаю людям и пасторам я так скажу в разных странах которые являются в завете строить и это огромная часть моего успеха это именно способность строить мою реальность вот почему я открываю мое сердце и мою душу к прекрасным вещам я впускаю их я даю им жить в моем сердце я даю им строить меня я даю обнимающим обнимать любящим любить я даю людям вливать это в меня я вливаю это в них я делаю это частью моей строительного материала и только приходит боль я не могу ее остановить но я могу ее убить она причинит мне боль на сезон но я точно знаю я не позволю ей жить когда этот сезон закончился потом я говорю так ты не имеешь никакого права быть частью моего строительного материала со мной вот как мы строим ты не избежишь боли ни ты, ни я не избежим предательства мы не избежим но я хочу дать тебе ключи как иметь дело с болью ты берешь для себя что-то хорошо, родные но перед тем как я выучил этот урок Богу абсолютно было необходимо выйти против моим созданной реальностью моим умом и моим сердцем потому что это не было его реальностью и он сказал сын перед тем как я научу тебя я должен разрушить твою реальность кто-то слышит меня? кто из нас захочет помолиться такой молитвой который помолился я после того как он мне это рассказал разбей всю реальность несотворенную тобой забери все то что не должно быть в моей жизни если ты помолишься от сердца пристигни ремень потому что у тебя начнется ураган но будь уверен в конце урагана останется только те и останется только то что Бог предназначил для тебя потому что он хочет делать тебя счастливым до конца твоей жизни не в ту секунду в которую ты хочешь иногда нам нужно помучаться вот здесь что потом как я стоять за сорок и дети взрослые и говорить я счастлив и я ничего бы не изменил я бы жил именно так то ты понимаешь? поэтому дорогие поймите особенно молодые ребята молодые девушки прямо сейчас посмотри на тех которые на 10-15 лет старше тебя посмотрите на их семьи посмотрите на все что происходит и задайте себе вопрос хочу ли я это же самое если нет тогда проси Бога исцелить тебя потому что ты будешь строить то же самое что и перед тобой потому что вы строите из того же материала кто-то слышит меня ты хочешь успех? тогда проси его поверьте мне это не деньги деньги закончатся или придет слишком много денег кстати успех иногда заканчивается когда приходит слишком много денег когда денег нет наоборот это нас соединяет мы друг к другу в плечика плачем выплачиваем долги но когда приходит денег чем ты можешь потратить которые ты не можешь потратить вот там начинаются проблемы потому что мы начинаем позволять тебе то чего мы не позволили себе никогда и так Бог вышел против моего мира я Ему сказал тебе все что не от тебя и вы знаете я потом немножко пожалел что так помолился потому что я понял что много было не от него сдуло много чего и я сказал Господь а сейчас что? сижу я сидит моя жена наши маленькие дети our little kids Милы не было Илана и Дэни there was no Mila yet that's all we had никола ни двора ни дома все в аренду я говорю отец что сейчас? what now? я говорю да я говорю да он говорит тогда просто жди потому что твой сезон начнется и мы ждали и Бог это сделал и Бог это сделал отцу необходимо было ввести мое сердце в нейтральное состояние ему нужно было показать мне что мир не состоит из предателей мир не состоит из должников мир не состоит из злых начальников потому что ты творишь свою реальность и Бог мне сказал сделать шаг назад и Он говорит дай мне позаботиться об этой части жизни вы даже не представите как Бог хочет участвовать в твоей жизни мы не позволяем Ему мы же лучше знаем в наши двадцать Бог там кто там Бог всезнающий всемогущий я знаю лучше я знаю что мне сейчас надо поверь ты не знаешь ничего и ты точно не знаешь что тебе надо тебе по заднице надо и поэтому Богу приходится брать тебя и иногда против твоей собственной воли делать вещи с тобой и ты ему пожалуйста подари Ему свою волю сейчас пока ты еще ничего не понял и потом когда ты попросишь Бог не надо Он тебе напомнит о твоей молитве где ты подарил Ему свою волю и сказал делай со мной что хочешь и Он с тобой начал делать и так дорогие Иисус сказал будьте как дети давайте рассмотрим маленький концепт ребенка let's define this одно из качеств детского сердца это быть абсолютно нейтральным к жизни заметьте как дети познают жизнь как я вначале с вами показал тут немножко презентацию ребенок абсолютно он не знает он не знает зло, добро он просто улыбается мама, папа убьет он думает что они играются смайлин parents are hitting each other ребенок не понимает вы знаете что ему нужно учить понимаете да ребенок не знает да он там смеется он плачет но у него нет как вам сказать у него нет фундамента у него нет на чем он стоит и поэтому Бог говорит будьте как дети будь нейтральным будь открытым не ищи добро не ищи зло просто будь нейтральным и дай Богу показать тебе что это или это кто-то понимает будь нейтральным я понимаю и второй момент смотри что у детей второе качество у детей это всегда искать любви и добра я заметил что когда когда мы выращивали наших детей они совсем маленькие они еще не помнят они не ходили но они они все страшно хотели любви и тепла заметьте дети не ищут лад они не хотят быть злыми они хотят улыбаться ты их чекотишь они смеются и они смеются ты им что-то даешь и они играются и они играются и они играются и они играются они постоянно хотят быть счастливыми они не ищут они не сидят и говорят кого вы это мне в манеж посадили сейчас он свои дайперы наложит у ребенка этого нет у них абсолютно нейтральная счастливая жизнь и они вот познают жизнь как она идет пожалуйста вернитесь назад в это состояние не называйте людей добрыми потому что они могут оказаться злыми ты это слышишь меня и ты обломишься не называй людей злыми они могут быть добрыми относись к жизни как она есть что тебе жизнь преподает так и относись тебе человек какое-то добро сделал так и называй этот человек сделал добро не надо там называть о на этого человека можно положиться вот так предательство и начинает вот так разочарование и начинается потому что ты слишком много поставил ставку на человека а человек не рожден носить тебя Бог тебя создал чтобы носить тебя Он хочет быть с тобой Он не предаст тебя вот на ком ты строить можешь человек сегодня один завтра другой и тем кому 18-20 я больше всего гарантирую вам те кто вокруг вас сейчас их скорее всего через 20 лет не будет те кому за 30 пожалуйста кто-то согласен со мной и тебе так кажется что сейчас нужно удивить мне нужно удовлетворить и их не будет может будут но я сомневаюсь но я doubt it дорогие все на кого ты можешь полагаться это только Отец Он всегда будет с тобой Люди пришли люди ушли не надо там бросаться на них с любовью делать на них там ставку не надо людей там отрекаться и не верить и не любить живи доброй нейтральной жизни как ребенок как оно приходит так и принимай строй правильно продоблюдайте за детьми в начале их жизни они не имеют плюсов они абсолютно нейтральны минусов в большинстве случаев они даже не знают как реагировать на те или иные ситуации они потом учатся что это страшно и надо плакать но сначала он не знал он просто смотрел и изучал что это хорошее плохое то есть вот дети вот так они настроены детям нужно учиться смотреть на то как другие реагируют на вещи вокруг на вещи вокруг именно на этом строится восприятие и реакция на жизнь и вы заметили почему у одних ребенок постоянно плаксивый непослушный потому что в доме происходят вещи не всегда иногда дети плачут потому что там живот болит и так далее но когда это превратилось в образ жизни ребенок всегда расстроен то там уже что-то там уже есть проблемы он уже начинает строить на чем-то плохом давайте прочитаем место из Библии очень классно let's read the Bible a verse in the Bible Luke 6, 43 Luke 6, 43 нет дерева хорошего there's no good tree ты хочешь открыть или нет? так сейчас давай тебе сейчас we're gonna open я или ты переведешь да? I'll just paraphrase I'll just translate сейчас надо искать время лимитировано и так нет дерева хорошего there's no good tree превращающего плохие плоды нет и нет плохого дерева приносящего хорошие плоды and there's no bad tree that brings good fruit ты понимаешь, да? что Иисус говорит нет хорошего дерева и в нем висят плохие плоды и то же самое наоборот нет отвратительного дерева а там висят просто красота и смотрите дальше ибо каждое дерево постнается по плоду его это Иисус имеет в виду о нас, о людях то есть поймите как я это начал относить обычно когда мы это читаем мы это относим к нашему соседу так какое это дерево я это начал относить к себе я сразу отнес это место к себе я начал смотреть что из меня течет хотят ли люди быть со мной второй вопрос как долго люди хотят быть со мной это очень важный вопрос потому что некоторые люди с тобой поздоровались и быстро уносят ноги потому что сейчас вся твоя проблема сядет на их уши и они уже не знают спросил как дела и убежать не может теперь ты рассказываешь им как твои дела дела у тебя очень нехорошо поэтому люди убегают каждое дерево познается по плоду не собирают фиг стерновника сядем мне кажется ты только шиш стерновника и соберешь ну ладно это перевод не собирают фиг стерновника или винограда с куста добрый человек выдает доброе из опасенного в сердце добра помните добрый человек выдает доброе из опасенного сердца у него доброе он добрый не потому что он улыбается и на нем одежда хорошая он добрый потому что он творит добро посмотри внутрь себя действительно ли твои плоды добрые не отмазывай себя как обычно действительно посмотри в свое сердце хороший ли я человек дальше добрый человек выдает доброе из опасенного в сердце добра злой же человек выдает злое из опасенного в сердце зла ибо человек произносит то что переполняет сердце его заметьте Иисус четко сказал ты не можешь построить доброе если там зло и если ты человек добрый ты будешь строить добро ты не сможешь строить зло вы заметили добрых людей которые разозлились ты знаешь сегодня я огорчу сегодня у меня плохой день ты бы меня видел когда у меня плохой день дорогие мои ты когда смотришь на нормального человека доброго человека у него был плохой день твой даже добрый день не равняется с ним плохим твоя реакция на твой добрый день совсем не такая как у него на злое и так реальность вокруг нас нейтральна в ней находятся все компоненты и как правило ты видишь только то то что является тобой другими словами ты видишь только то что есть внутри тебя самый простой тест как ты смотришь на мир как ты смотришь на людей как ты смотришь на ситуации потому что это не ситуации это тест на то кто ты внимательно посмотри ты оправдываешь людей когда их обвиняют кто-то их осуждает и ты всегда как адвокат ребят ну ну все нормально давайте не будем да я видел нормальный человек посмотри на свою вот эту невидимую и незаметную реакцию или наоборот люди что-то говорят и тут ты в своей территории вы еще все не знаете дайте я вам расскажу как оно на самом деле было кто-то понимает о чем? поймите что это не они это не ситуация это то из чего ты состоишь я задаю тебе вопрос нравится ли тебе то из чего ты состоишь если да тогда наслаждайся своим творением нравится ли тебе то что ты видишь ты скажешь я не контролирую что я вижу абсолютно контролирую абсолютно контролирую злой человек не может быть в обществе добрых долга. То же самое ты, христианин, со своими языками, богоисканием каждый день. Ты не пойдешь в порнобар. Там, где голые женщины, алкоголь, матерщина, там кошмак, куриво, наркотики. Ты даже не увидишь этих клубов. Ты даже, мне один раз спроси, я один раз одним парнем еду. Настоящая история downtown Tacoma. И он мне рассказывает, ох, тут забегаловка, кошмар. А вот здесь проститутки, вообще нереальные. Это парень, Encounter прошел, он просто вспоминает прошлое. И он говорит, вот на этом углу, такую наркоту продают нереально. Самое интересное, что когда я ехал, я был удивлен. Я не видел ни одного бара. Ни одной проститутки. Я говорю, как ты их видишь? Я говорю, что показывает на женщину, что она проститутка? Он говорит, вот в этих местах вот так стоят, вот так приодеты. Я говорю, это просто женщина, ждет автобус. Он говорит, она другой автобус ждет. Кто-то понимает, о чем я говорю? И мне нужно было ему объяснять мне, что в даунтауне таком происходит, на вот той уличке. И да, Бог его освободил. Он просто вспоминал свои прошлые бритвы. Я был удивлен. Я не видел ничего. Я смотрел на улицы, на людей на улицах, я ничего не видел. Он говорит, вот тут публичный дом. Я говорю, где он? Он говорит, вот. Я говорю, где он? Вот. И мы проехали. Я не увидел. Он говорит, ну ты даешь? Он прям там был. А я говорю, как распознать, это ресторан или публичный дом? Я не знаю. Он говорит, а он мне начал объяснять, ну там окна такие темные, там вывесок обычно нет, там странный, там пару знаков. Он мне начал объяснять, как выглядит публичный дом. Я говорю, я даже не знаю, я думал, это здание закрыто. Он говорит, тут поверь, для всех остальных оно закрыто, но для других оно очень открыто. И обычно говорит, мы вперед даже не заходим. Говорит, у нас есть другой вход сзади. И он мне начинает объяснять все эти приколы. Я был влюблен тому, что я этого не видел, не слышал, я даже не понимал, как этот мир работает. Оказывается, у него была своя реальность. Была, а Бог его освободил. И он мне просто рассказывал, как это все происходило раньше. И я заметил, что Бог должен освободить тебя. Ты должен соединиться от этого. Тоже самое, дорогие, религия. Религия — это монстр, еще похуже, чем публичные дома. Представь, тебе рассказали о Боге. Образ Бога создали. Теперь ты ненавидишь все, что отличается от того, о чем тебе рассказали. Этот не так говорит, он не проповедник. Тебе это Дух Святой сказал, или тебе это брат в религиозной церкви рассказал? Кто-то слышит меня? И поэтому Богу еще тяжелее работать с религией, чем с грехом. Потому что от греха мы отрекаемся все. А религия, мы думаем, это праведность. Это фундамент нашей жизни. И чаще всего мы пропускаем даже самое мощное служение служителей, темы, глубины, мудрость. Потому что наше сознание не видит этого. Оно видит только религиозный образ церкви. Если там дрыхнут и вхарупают и пять проповедей минимум на служении, для тебя только это церковью является, все остальное это вообще не забегало. И то, что братья проповедовать умеют, это неправильно. Они должны выйти и два-три слова вместе связать не могут. И для тебя это ммм. Дорогие, поймите, почему это? Тебя запрограммировать настроили. Твои, из чего ты строишь? Дорогие, как я говорил, о семье. Мы так строим нашу духовную жизнь. Поэтому я говорю тебе, сотри все, что тебе говорила религия и отнесись ко всему, к Богу, нейтрально. Не дай религии построить твое мировоззрение. Не дай религии рассказать тебе, кто духовный, а кто нет. Пусть Бог тебе расскажет, кто это. Дай ему рассказать тебе. Твое сердце всегда будет гореть в присутствии Божьих людей. Тебе всегда будет приятно вокруг людей Бога. И ты всегда будешь хотеть сбежать оттуда, опять мы говорим, если ты человек Божий, человек принадлежит Богу. И ты будешь хотеть сбежать оттуда, что Божьим не является. Оттуда, что Божьим не является. Окей? Ой. Поймите, что мы столько же стратим энергии и усилий столько же, как ненавидеть, так и любить. Представляете, да? Столько же энергии, сколько сказать, я тебя ненавижу, и сказать, я тебя люблю. Махать кулаками или просто объять. У нас примерно столько же энергии уходит. Настоящие строители своей реальности или своего мира находятся в нейтральном положении, вне реальности. Они не позволяют чужим негативным мирам или чужой реальности проникать в них. Заметьте, как я строю. Я советую это вам делать. Что люди обычно хотят сделать с тобой, когда они с тобой? Они хотят тебя поставить на их сторону. Они хотят рассказать тебе историю, и ты на их стороне. Они хотят, чтобы ты увидел их глазами все. Заметили? Заметьте, как к этому относятся судьи в мире, судья. Обвиняющая сторона, которые обвиняют и сторона защищающая. И заметьте, что как защищающая сторона хочет судью ввести в их позиции. Осуждающая сторона хочет, чтобы судья был на их стороне. Заметьте мудрость судьи не участвовать ни в каком мире. Кто-то понял? Смотреть на плоды и факты, смотреть на доказательства, и потом делать решение. Ему не важно слезы, те, которые оправдывают, и не важно зло обвиняющих. Судья нейтрален. И мне Бог сказал, я хочу, чтобы на троне твоего существа сидел нейтральный судья. Кто-то слышит меня? И потом он на мне приходит и говорит, а, ты знаешь, этот человек такой нехороший. Я не сижу, киваю головой, что делают основная часть людей. Я говорю, я не знаю этого человека достаточно хорошо, чтобы сказать, хороший он или плохой. Потому что, заметьте, основная часть людей, которых мы не любим, это не потому, что они нам сделали плохое, а потому, что нам о них рассказали кто-то другой плохое. Ну, аминь или не аминь, земля? И я заметил, что основная часть людей в моей жизни, которых я не люблю, я их даже не знаю. И я понял, какой я идиот! Как я могу ненавидеть то, с чем я не сталкивался? Как я могу поверить одной стороне, которая может врать и строить вообще другую реальность? Я сказал, я не хочу быть идиотом. Поэтому я делаю шаг в сторону и говорю, пока не узнаю все и лично не узнаю, держи свой рот закрытым. Я люблю и тебя, люблю и его, и я не знаю, вы можете завтра местами поменяться. Тот, кто был врагом, стал другом, и тот, кто был другом, стал врагом. Бог мой, я знаю, как это все работает. И поверьте мне, мудрость это не кивать, где хорошее, и не кивать, где плохое. Это сказать, я не знаю этого человека. Поэтому не имею никакого права сейчас не поддакивать тебе, не соглашаться с тобой, не отрекаться от тебя. Поэтому я просто как в суде делаю шаг в сторону. Как только узнаю этого человека, как только хорошо его узнаю, подружимся, я тебе расскажу. И знаете, что уникально? Все люди, о которых мне рассказывали плохое, большинство скажут, с кем я потом встретился, служитель такой-то. Потом на инкаунты приехал этот муж, за которым мне жена рассказывала, какой он гад. Ну, вообще нормальный мужик. Оказывается, там я не знал всего, что она из него гада ненормального сделала. Он просто начал реагировать на гад. Да, и он реагировал как гад. Ну, там была другая сторона правды. Он не просто просыпался гаденышем. Кто-то работал на гаденышем. Someone's had to work on this. Amen? И знакомясь с этими людьми, о которых мне рассказывали плохое. Я заметил одно, что нет ничего общего, о чем они мне говорили, даже быть. There's nothing in common with what they told me and what I see. И поэтому я навсегда сделал мое решение. высказываться только тогда и только говорить с теми, кого я лично знаю, с кем я столкнулся. Если человек что-то сделал против, я скажу, правда, да, было. Тебе что-то сделало хорошее? Да, сделал прекрасный поступок. I can agree as well. Перестаньте становиться, почему мы иногда теряем людей? Потому что мы не становимся на их сторону. Я тебе вот тут полчаса рассказывал, какой он гадость. И в конце ты сказала, не знаю, не могу с тобой согласиться, потому что не знаю и не верю, не видел. И люди такие, я не хочу с этим человеком. И заметьте, кого мы хотим видеть вокруг себя. Те, кто верят тебе, поддакивают тебе, кто вглашаются с тобой, лайки ставят, видят. Give you likes. Amen. Вот таких людей мы вокруг себя видим. А кто так тебе подошел? Не то, что там поставил вниз лайк. Not that they give you a thumbs down. Dislike. Or dislike. Он просто сказал, я не знаю. He just says, I don't know. Я просто эту новость пропущу. Не thumbs up, не thumbs down. Поехали. Let it go. Not a thumbs up or a thumbs down. I'll just let it go. И мы такие, я не хочу быть с этим человеком. We're like, I don't want to be with this person. Он подозрительный. He's suspicious. В то время, как я свое сердце рассказываю. While I'm opening my heart here. Ну, как бы сплетню. Like gossip. Он молчит. He's just quiet. Почему он молчит? Why is he quiet? Он не говорит, что за. He doesn't say yes. Он не говорит против. He doesn't say against. Он просто молчит и смотрит. He just looks at me and is quiet. Я чувствую себя дискомфортно, когда я рассказываю молитвенную нужду. I feel discomforted when I'm sharing my prayer request here. Мы называем это сплетней. We call it gossip. Все остальные называют это молитвенную нужду. Everybody else calls it a prayer need. And we just walk away from those people. Neutral people нас напрягают make us uncomfortable because we don't know what's in their heart, what's in their mind. Вы заметили, почему нас напрягают нейтральные люди? Notice why neutral people make us feel uncomfortable. I don't know if he's with me or against me. И вы знаете, мне такая позиция понравилась. You know, I like this position. I don't want to be in this position. Честно сказать, I don't know if I like him or not. Потому что мы только начали говорить. Я не имею права сидеть и кивать. I don't have the right to sit here and nod. Надо быть очень аккуратным. I have to be very careful. Иоанн 17, 14. John 17, 14. Я принес им учение твое, Иисус говорит. I brought you I brought them I brought them suffering. No, no, учение мое, учение. teaching of mine. Но мир возненавидел их. But the world didn't like them. Потому что они не принадлежат миру этому. Because they don't belong to this world. Как и я не принадлежу миру этому. Just like I don't belong to this world. Поймите, сила Иисуса и то, что Он говорил об учениках. And what He said about the disciples. Мы не принадлежим этому миру. We do not belong to this world. Мы не решаем, как этот мир решает. We don't make decisions like this world does. Мы не осуждаем, как этот мир осуждает. We don't judge like this world does. Мы вообще находимся вне мира, в стороне. We're outside of the world on the side. И мы смотрим на ситуацию абсолютно нейтрально, абсолютно с Божьей стороны. And we look at it situation neutrally from a God's perspective. Да, даже если этот человек сделал что-то нехорошее, он завтра сделает что-то прекрасное. Почему я на нем поставил крест? Заметьте, как люди делают. Если не на ком-то ставят крест, этот крест навсегда. It's forever. Это же обман. Why is this? Это же ложь. It's a lie. Такого быть не может. You can't do this. Человек не может состоять из одних проблем. Даже тот же самый показывали историю про заключенных-убийц. You know, they showed the history of the prisoners, of murders on TV. History channel, you know, they show this. А пожизненно. Forever those imprisoned for life. Человек убивал людей. A person who used to be a murderer. Но у него там в тюрьме кот, они котов специально заводят для зэков. Он, 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 он кота любит больше, чем людей. And he loves the cat more than he loves people. О чем я говорю? What am I saying here? Даже в самом плохом ты можешь найти что-то хорошее. Ухаживать за котом лучше, чем за ребенком. To look after this cat better than a kid. Сила сыновей Бога. Power of the sense of God. Быть нейтральными к этому миру. To be neutral to this world. Жить в духе и силе. To live in the spirit and strength. Чтобы реальность этого мира не протекала в них. So that the reality of this world doesn't penetrate them. То есть сила строителя. So the power of the builder. Быть вне строения и строить с отцом. Is to build with the father. Поймите, мы строим. We build. Мы не строим где-то и сами являемся строением. We don't build somewhere inside and ourselves are the building. We kind of back away. И помогаем строить отцу небесному царство на этой земле. And we help the father build his kingdom on this world. Сила строителя быть нейтральным. And the strength of the builder is to be neutral to not invest yourself into this. Потому что там может быть очень нехорошее выинвестировано. Because there could be some confusion there. Основная проблема у людей, они слишком чувствительны. People are too sensitive. Слишком подсоединены к этому миру. Too connected to this world. Да. А это уже вопрос сердца. And that's already a question of the heart. Okay. Вопрос. Что сейчас видит твое сердце? Внимательно подумай во время того, как я говорю. Скоро заканчиваем. Внимательно подумай. Из чего ты строишь? Что ты строишь? Как ты видишь? Когда люди в твою жизнь приходят, как ты их расцениваешь? Кто они для тебя? Что ему от меня надо? Опять от меня, что доходя? Again, he wants something for me. Тебе нужно исцеление? You need healing. Окей. Это уже вопрос сердечка. This is a question of the heart. Если задуматься, то в реальности мы не видим глазами. Really, we don't see with our eyes. Мы видим нашим сердцем. We see with our hearts. А глаза всего лишь находят то, что сердце видит. The eyes see what the heart hears. То, да, то, что сердце видит. What the heart sees. I'm sorry. Глаза всего лишь находят the eyes find то, что сердце видит. What the heart sees. Что видит сердце? What the heart sees. То твои глаза и найдут. That is what your eyes will find. То есть сердце имеет желание. In other words, the heart has a desire. Не твои глаза, которые надо вырывать. Not your eyes that you need to take out. Библия не об этом говорила. The Bible's not doesn't speak of this. If your eye is seducing you. Да, да. Если тебя соблазняет глаз, вырви его. Then take it out. Из-за смысления об этом говорил. Это отдельная тема. It's a completely separate topic. It's a completely separate topic. It's like breaking the camera because it photographs bad things. Да камера ничего не фотографирует. The camera doesn't take pictures. Камера просто щелкает, куда ты ее направляешь. It's just where you point it, that's what it's doing. Поэтому глаз твой, он не виноват. Не надо его бить. So your eye isn't at fault. Don't be hard on it. Глаз всего лишь находит то, что сердце ищет. The eye only finds what the heart's searching for. Будь аккуратен с принесением себе, с причинением себе боли. Be careful with self-destructive behaviors. Потому что, скорее всего, части твоего тела не виноваты. Because mostly your body is not at fault в том, что твое сердце желает. What your heart's wanting. Okay. Реальность вокруг нас создают не ситуации. Reality around us is not situations. А наше сердце. Потому что из любой ситуации мы можем построить или созидать, мы можем, или разрушать. Потому что сердце не видит. Потому что сердце видит и реагирует. Только на знакомые и желанные ситуации. Если твое сердце наполнено добром, желает добро. then goodness will come. Потому что добро это язык твоего сердца. Because the goodness is the language of your heart. И наоборот, если твое сердце наполнено злом. And the opposite, if your heart is full of anger, ты строишь зло. You build anger. Ты видишь зло. You see anger. Ты ищешь зло. And you look for it as well. Потому что это язык твоего сердца. Because it's the language of your heart. Okay? Okay? Испорченное сердце видит все испорченным. A heart that's corrupt sees everything as corruption. И притягивается испорченным. And attracts the same. I know people who cannot exit out of the criminal lifestyle. Because all they know is this life. I'm even surprised how in five years he can exit out of a prison. Not having a phone. Addresses. Nothing. And in one day one day to be found by his old friends. In a year people that I have numbers to I can't find them. I can't access them at all. And here in five years how they found each other without phones or anything I don't know. I know what I'm talking about. I'm just so surprised. What is this? Where is how did you find me here so fast? Anger attracts anger. Тьма находит тьму. Это секрет того, что мы видим и из чего строим. Испорченное сердце не видит даже хороших людей. Оно видит все испорченное. До сезона моей жизни где Отец показал мне мое испорченное сердце как призму через которую я видел всех и все. Именно тогда я попросил исправить не людей а изменить меня. Не ситуации вокруг меня а изменить мое сердце и восприятие реальности. Ситуации смотри именно тогда я попросил исправить вот эти вещи. Первое, что сделал Святой Дух это соединил меня от реальности и показал Свою. И потом Он предложил мне исцелить. Поверьте, я помню 2000 год по 2004 я был сгусток боли. После разрушившего сослужения люди ушли. Раны на мне были нереальное количество. И самое интересное что с 2000 по 2004 это все что я видел и как я строил. И потом Отец в середине 2004 показал мне мое сердце. И Он сказал Сын, ты не войдешь в свое призвание потому что ты будешь строить только вот это. И Он показал мне меня мой мир мою реальность и Он сказал я хочу исцелить и вы знаете что? Тогда я валяюсь в слезах в моем офисе и я сказал Отец пожалуйста я в твоих руках мне терять уже нечего потому что все что вокруг меня это разруха все уничтожено и Бог мне сказал вокруг тебя не уничтожено ничего это просто твоя реальность в которой внутри тебя ты видишь все уничтожено он мне так и сказал не все ненавидят тебя примерно 6,5 миллиардов не знаю даже но мой мир ненавидел меня он был маленький но он меня ненавидел он говорит люди не предатели потому что 6,5 миллиардов людей на земле все не могут предать тебя потому что люди я не знаю и Бог мне начал показывать свои картины и он сказал ты приедешь в другой город тебе даже там не знать никто не другими словами он говорит сын пойми что этот мир созданный тобой отдай его мне и мне так тяжело было отдать потому что это все что я знал и вы знаете мне нужно было исцелиться и потом начать строить абсолютно на новом фундаменте и тогда моя жена помнит я сказал Света мы делаем еще один шаг но тогда я его делал уже полностью исцеленным я видел по-другому я воспринимал по-другому я увидел как прекрасен мир как прекрасны люди и сколько есть нужды которые мы можем ответить и помочь Иисус показал мне мою функцию Он показал мне то для чего я рожден и я сделал это решение и мы сейчас с вами это делаем и видим и поэтому на основании вот этого урока дорогие я просто хочу чтобы вы взяли для себя некоторые ключи вы для себя что-то взяли сегодня хорошо парочку моментов парочку фраз и мы с вами окончили дорогие второй момент был он поставил мои ноги на непоколебимом основании на Иисусе Христе знаете почему я не разочаровываюсь потому что я не строю на людях перестань строить на людях и тебя невозможно будет предать тебя невозможно будет ранить настолько что ты не встанешь тебе можно сделать больно мы люди но люди не твой фундамент люди уйдут из твоей жизни нормально другие придут лучше придут но Иисус из твоей жизни никогда не уйдет в принципе то из чего ты строишь тем ты являешься вопрос из чего ты строишь я прошу небесного Отца исцелить твое сердце чтобы ты научился видеть добро во всем даже в самом злом человеке я прошу небесного Отца помочь тебе простить причинивших тебе боль потому что это тюрьма в которой ты проведешь всю свою жизнь если не простишь я прошу небесного Отца отсоединить твое сердце от этого мира и ввести тебя в нейтральную позицию в отношении к человеку я прошу небесного Отца помочь тебе сделать только Его твоим основанием потому что на этом основании ты будешь абсолютно непоколебим вы взяли что-то для тебя Аминь давайте мы поднимемся и я просто очень очень коротенько дорогие хочу помолиться о вас и о тех кто с нами в онлайне и тех кто смотрит нас прямо сейчас я знаю что есть масса которых Бог приготовил для использования я знаю что ты сидишь в заколдованном кругу в той же самой квартире с теми же людьми и не можешь вырваться из этой тюрьмы все вокруг тебя это одни долги и выживание а я тебе говорю есть абсолютно другой путь но этот путь начинается не с перемен вокруг тебя он начинается и с перемен внутри тебя ты должен научиться видеть другое ты должен научиться видеть добро если ты видишь зло ты должен научиться видеть нейтральные находиться в нейтральной позиции когда тебя хотят перетащить туда или сюда я прошу сейчас Духа Святого прямо сейчас коснуться за мою локальную и глобальную семью. И я верю, что если люди возьмут эти ключи, дадут Духу Святому исцелить их сердце от прошлой боли, от прошлых проблем, от прошлых предательств, и ты начнешь строить. Ты увидишь, что начнет строиться вокруг тебя. Ты увидишь даже те же самые люди для тебя будут выглядеть по-другому. Та же самая церковь, даже будет выглядеть по-другому. Те же самые ситуации. Ты будешь из них брать другие вещи, потому что внутри ты исцелен. Внутри ты восстановлен. Ты находишься на стороне Бога. Ты находишься в нейтральной позиции. И ты просто ищешь добро. Ты не ищешь зло. Ты предрасположен видеть тепло, видеть любовь. Отец, я прошу Тебя, благослови их, исцели их. Прямо сейчас я молюсь об исцелении. Прямо сейчас я молюсь об исцелении. Те, кто нас смотрят, те, кто здесь, если это к тебе, просто согласись с этим. Прими это. Просто скажи, Отец, это для меня. Я устал или устала строить тем же самым материалом. Я устал из других людей делать тех же самых из моего прошлого. Я устал творить то же самое. Я прошу Тебя, исцели меня, восстанови меня. И я хочу строить Твое царство на этой земле во имя Иисуса Христа. Эймэн. Воздайте Ему славу. Присаживайтесь, семья. Присаживайтесь, дорогие. Присаживайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова .